Продолжение следует... Это наш самый популярный спикер в Директ Академии. Но, как всегда, перед тем, как передать слово спикеру, я произношу несколько вводных слов. Итак, в самом начале нашего чата находятся две полезные ссылки, которые вам помогут каким-то образом планировать ваши действия в рамках Директ Академии. Итак, первая ссылка ведет на наш сайт, на главную страницу, где располагаются расписания наших вебинаров. Интерактивное расписание наших вебинаров действует до конца нашего учебного года, до июня месяца. И на каждый вебинар в этом расписании можно зарегистрироваться уже сейчас. Вебинары, напоминаю, свободные, открытые и бесплатные. И вторая ссылка – это ссылка на наш канал на YouTube. На этом канале помещаются записи всех, абсолютно всех наших вебинаров. Запись этого вебинара тоже ведется, так что вы через некоторое время сможете посмотреть запись этого вебинара на нашем канале. И перед тем, как передать слово Татьяне, я хочу проанонсировать два следующих вебинара, которые состоятся на следующей неделе, в понедельник и вторник. Сейчас я их скопирую в чат. И вот вы их видите. 29 числа, 29 января, в понедельник. Будет вебинар от издательства «Лаборатория знаний». Вебинар, посвященный робототехнике. Один из трех вебинаров от этого издательства. Я приглашаю вас на этот вебинар. Он называется «Организация проектной деятельности школьников средствами образовательной робототехники» на примере серии книг «Робофишки» издательства «Лаборатория знаний». Ну и 30 января, во вторник, Юрий Николаевич Белоножкин сделает вебинар «Аватары в онлайн-педагогике. Подготовка 2D и 3D аватаров и готовых актеров в обучении». Юрий Николаевич Белоножкин ведет у нас трек, посвященный электронному обучению, онлайн-обучению. И это его следующий вебинар в этой серии вебинаров. Я надеюсь, предыдущие вебинары от Юрия Николаевича вам тоже понравились. Так что приходите на этот вебинар. Ну что ж, а сейчас у меня в целом все. И я передаю слово Татьяне для ведения сегодняшнего вебинара. Как всегда, я остаюсь в чате и буду отвечать на ваши вопросы, если они будут реализованы мне, а не Татьяне. Добрый день, Юрий Николаевич, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые коллеги. Рада вас сегодня всех видеть на нашей пятничной встрече. И давайте для начала, перед тем, как мы перейдем к теме, по традиции проверим наши технические настройки. Ирина Николаевна уже ставит три плюсика, уже не дожидаясь вопроса, как видно, слышно и видно ли рабочий стол. Отлично, спасибо. Значит, коллеги, в папочке ресурсы по поводу презентации тоже. Спасибо, спасибо, коллеги. Часто задают вопросы, можно ли скачать презентацию. Значит, вкладочка наверху на панели, если вдруг кто-то не знает или забыл. Такая папочка, кнопочка, нажимаете на нее, у вас открываются ресурсы. И оттуда, нажимая по дискетке, можно скачать сегодняшнюю презентацию себе. Еще раз напоминаю, что вопросы дополнительные, то, что возникает после вебинара, какие-то предложения, находки, этим можно делиться в нашей группе. У нас есть группа в Facebook. И в конце нашей сегодняшней встречи я вам ссылочку на нее дам. Можно туда записываться и по всем вебинарам, которые я провожу, по всем темам. В прошлый раз у нас было по играм, по презентациям, как делать шаблоны игр в PowerPoint, все, что связано с PowerPoint. Ну и плюс вот те темы, которые я еще веду, помимо этого, это предмет обсуждения и работы в нашей группе в Facebook. Она закрытая. Если у кого-то нет аккаунта, я уже видела, люди иногда специально заводят аккаунт на Facebook, чтобы войти в группу. И какие-то дополнительные материалы, интересные материалы я туда выкладываю. Ну и опять же, хочу сказать тем, кто пишет, особенно преподавателям, тем, кто заботен написанием статей в различные научные издания, либо собирается этим заниматься. Информация. У нас сейчас уже есть несколько мыслей, предложений от коллег. Мы ее тоже будем публиковать в группе. Где опубликоваться предложение от изданий, вестников, университетов. То есть, куда свои статьи можно послать. В том числе, там есть и варианты ренцевских сборников бесплатных, с бесплатными публикациями. Поэтому, если кому-то интересно, пожалуйста, в нашу группу «Welcome» и следите за новостями. То есть, там много чего интересного у нас есть и будет. Перед тем, как переходим к нашей теме, еще одно маленькое дополнение. Я сегодня буду показывать в некоторых фрагментах рабочий стол, работу с экрана своего рабочего стола. демонстрацию экрана. Поэтому те, кто приходит на вебинары с гаджетов, с планшетов, не знаю, может быть, со смартфонов, может не показываться, показ моего рабочего стола, показ экрана, не проявляться. Поэтому не пугайтесь, пожалуйста. Это предупреждаю сразу. Это не от меня зависит. Это такая техническая особенность. Ничего страшного в этом нет. Просто внимательно послушайте. Часть информации будет в презентации. Потом можно будет просто посмотреть записи, которые вы обязательно получите. Записи рассылаться будет. Так же, как и сертификаты за наш вебинар тоже будут выдаваться. Но по техническим вопросам, рассылке и записи, это вот к Павлу Юрьевичу. Он у нас главный по рассылкам и по техническому обеспечению. Ну, с общими вопросами мы покончили, поэтому можем переходить к нашей сегодняшней теме непосредственно. Тема про форматирование и оформление. С нее начинаем такой цикл работы с ВКР, с дипломными проектами. Ну и для курсовых это тоже будет полезно. Особо чего-то нового, каких-то Америк, я думаю, сегодня, наверное, не будет. Но я эту тему выбрала не случайно. Сама являюсь научным руководителем и по курсовым, и по дипломным проектам, работая со студентами. В разные годы было разное количество. И три человека, и 10, и 15. Я увидела такую тенденцию. Сама, кстати, очень часто ей пользовалась. Давала советы студентам. Вы сначала напишите, наберите, сделайте. Сначала содержание, потом оформление. Оформление доделаем потом. И, как правило, это потом превращалось в очень большую нервотрюбку, как для научного руководителя, но в первую очередь для самого дипломника или студента. И чаще всего это происходило именно потому, что каких-то моментов, связанных именно с форматированием, умение форматировать большой текст, у них практически не было, либо они не знали какие-то приемы быстрые, которые помогают сократить время. И да, Юлия Леонидовна, это практически у всех. Это нормально. И учитывая то, что вот такой принцип он существует, я вот постаралась сегодня собрать такую шпаргалку быстрых приемов, что сделать, как избежать вот этой нервотрюбки потом, когда нам приходится буквально заново форматировать, проделывать вот эту техническую работу. Она не столь интересна, как работа с содержанием, но это необходимая часть для того, чтобы наша дипломная или курсовая работа выглядели достойно. Не говоря уже про то, что сейчас все работы размещаются в портфолио студента, размещаются на сайтах вуза, и, конечно, не очень приятно, когда там у нас какие-то недоделки остаются, чисто даже формальные. И постепенно у меня набрался такой листфак, или не очень люблю, не очень неблагозвучное название, его называли «Из чего часто возникающие вопросы?» от студентов, связанные с форматированным. И вот отталкиваясь от этих вопросов, я и постаралась собрать какие-то рекомендации, способы, фишки, как говорят, связанные с работой вор, то, что может значительно облегчить работу и самому студенту, и научному руководителю. Ну, учитывая то, что мы сами пишем статьи, пишем РПД, в рабочие программы дисциплины, особенно под аккредитацией, в огромных количествах, и там тоже эти вопросы возникают, это будет полезно для нас. Ну и плюс в методические рекомендации, большое пожелание к методистам, к библиотекарям, к преподавателям, завкафедрами, если вы пишете, конечно, и составляете свои методические рекомендации по оформлению дипломных проектов или курсовых работ, вот включить какой-то пункт, связанный с форматированием, в виде инструкции, может быть, какого-то дополнительного приложения, а может быть, и частью этой методички с инструментами, полезными для студента, чтобы не каждому студенту научный руководитель рассказывал, а у них была уже такая вот шпаргалка, были подсказки. И получилось у нас сегодня вот такой практический сборник таких инструментов по работе с Word, которые помогают нам избежать неприятностей в самом конце, связанных с форматированием. И, кстати, о форматировании. Что мы под ним будем понимать? Форматирование печатного текста – это оформление по каким-то определенным правилам различных участков текста и всего. При форматировании меняется не сам текст, не его содержание, меняется внешний вид и форма его представления. Поэтому про содержание мы сегодня говорить не будем. И чаще всего мы сталкиваемся с двумя видами. А их, в общем-то, и существует всего два вида, но и с тем, и с другим мы сталкиваемся, когда работаем с текстом. Это прямое форматирование, я его еще называю ручное, и стилевое. При прямом или ручном форматировании мы применяем отдельные действия и приемы к произвольным символенным фрагментам, к произвольным абзацам. Надо поменять в одном месте оформление списка, либо в одном абзаце изменить написание. Тогда мы пользуемся ручным форматированием. А стилевое – это некоторый набор элементов форматирования, например, оформление абзацев, оформление шрифтов, оформление заголовков. Как правило, каждый существует в виде стиля, и каждый из которых имеет свое уникальное имя. И используя один или сочетание этих стилей, мы можем создавать тот самый вид нашего документа, который нам необходим. То есть это гораздо более лучший способ, чем ручное форматирование. В Word применяется четыре основных вида стилей. Это стили символов, абзацев, таблиц, списков. Все они есть в списке стилей. Можно ими пользоваться, теми, которые существуют по умолчанию. Можно их доделать, можно и свои пользовательские создавать. И форматирование с помощью стилей имеет свои преимущества. Три основных момента, которые нам дают использование перед ручным форматированием. Во-первых, применить стиль как набор элементов значительно быстрее, чем применять их каждый раз один за другим. Единообразие оформления документа при ручном форматировании одинаковые по смыслу форматирования разделы могут отличаться по формату. Применение стиля вносит строгость в оформлении документа. То есть у нас не поползет шерифт, у нас не появится вместо Time New Roman какой-нибудь калибри вдруг случайно не вылезет. Размер шерифта Кегль будет один. Ну и выравнивание и все прочее. Буквально за счет одного клика мыши. И быстрота изменений. Использование стилей действительно позволяет нам в один клик вносить изменения в наши документы. Достаточно внести изменения в стиль и оформление вступает в силу во всем документе. Не надо пользоваться этим диким скроллингом. Где мы сталкиваемся, ну как правило и ручное и стилевое форматирование, они идут рука об руку и то и другое мы применяем, когда работаем над нашим документом. И работая со студентами, я столкнулась с тем, что самое главное они не умеют, как правило, делать. Вот, кстати, многие вещи сегодня могут быть знакомы, еще раз повторюсь. Но я их делаю с той точки зрения, чтобы это было полезно в первую очередь для студентов, для которых мы, собственно, методические рекомендации разрабатываем. Поэтому какие-то вещи могут показаться привычными и знакомыми. Вот первое, с чего я рекомендую всегда начинать студентам свою работу над исследованием, еще до того, как определились с целями, задачами, объектом, предметом, методами исследования и так далее, почитали литературу. Сначала сделайте, настроите стили, настроите автособираемое содержание, настроите вот ту форму, в которую мы будем живую воду нашего исследования, дипломного проекта, либо курсовой работы заливать. Если нет вот этой чаши, живительную влагу лить просто некуда, да, содержание добавлять некуда. И мы, как правило, делали две вещи. Мы делали черновик и делали заготовку чистовика. И вот для черновики – пожалуйста, но потом переносим в чистовик. И в чистовом варианте сразу начинали с форматирования, вот изменение такой концепции, подхода, о чем коллеги там в самом начале писали, такой же принцип сначала содержания, а потом все отфэншуем. Мы пошли немножко другим путем, оказалось гораздо быстрее. Мы начинали с подготовки вот этого сосуда, да, в который мы будем содержание нашего дипломного или курсового проекта заливать. И мы настраивали сразу стили, мы подготавливали саму структуру, структура, кстати, уже выстраивалась. И после этого, пожалуйста, уже вот сюда гораздо легче вносить наши тексты. Первое, с чего, ну, кстати, здесь же, пока мы работаем над форматированием и настройкой стилей наших документов, кстати, реализуется один из принципов тайм-менеджмента, один из приемов, как втянуться в работу. У художников есть, в тайм-менеджменте есть такой прием, называется заточка карандашей. Это пришло от художников на одном из тренингов, они нам рассказали об этом, что прежде чем нарисовать картину, надо сделать эскиз, а прежде чем сделать эскиз, подготавливаясь к работе, я начинаю затачивать карандаши. Ну, не дай бог, во время работы сломается, тратить время на следующий, не хотелось бы, вот я готовлю себе рабочие инструменты. И в этот момент простая механическая работа, так же, как и форматирование, неинтересная, я продумываю план, композицию и так далее. То есть мысленно я начинаю уже продумывать свою работу над произведением. То же самое и здесь. Это хороший способ, кстати, настроить себя на рабочий лад. Вот такой вот прием, втянуться в работу, он не очень сложный, но необходимый. И вот за счет такой простой механической работы мы как раз подготавливаем себя к работе над проектом. И первое, с чего мы начинаем, ну, титульный лист, это понятно, чаще всего в вузах есть свои требования, есть свои образцы, шаблоны. Здесь особо думать не приходится, берем шаблон, вставляем, заполняем нужные строки и готово. А вот следующий пункт – это автособираемое содержание. Вот здесь как раз вступают в работу стили. И мы сначала со студентами учимся настраивать стили, чтобы потом в последний момент с этим автосодержанием не мучиться. А, как правило, по готовой работе это отнимает очень много сил, времени и нервов. И вместо того, чтобы получить помощь для себя, мы получаем очередного хронофага, над которым, Ася Львовна, ничего страшного, у нас свободный вход-выход, можно заходить в любой момент. Выходить только после окончания записи. Так вот, это превращается в самом конце работы в очень такого хорошего хронофага. Отнимает очень много сил, времени и нервов. И думаю, что лучше бы и легче было бы сделать сначала. Но вот, чтобы не переделывать нам двойную работу, не делать двойную работу, потом ее не переделывать, мы посмотрим, как с помощью стиля можно делать автособираемое содержание. Вот содержание, пример кусочка работы дипломного проекта. Без автособираемого содержания. То есть оно делалось вручную. Вот смотрите уже, справа страницы, правый край у нас пополз. Нумерация страниц не выровнена. Перейти по гиперссылкам в раздел нужной параграфа или главы мы не можем. Оно не работает. И если мы вносим какое-то изменение в сам заголовок в тексте работы или меняем название, например, главы или параграфа, что постоянно происходит вплоть до самого последнего момента с нашими работами, мы эти изменения должны отыскать это место в тексте и внести еще туда. Обязательно что-то забывается. И получается, параграф называется в содержании по одному, а в тексте абсолютно по-другому. С этими проблемами нам помогает и спасает автособираемое содержание. Где оно делается? Это вкладка ссылки. В основном меню открываем оглавление. И вот он нам выбрасывает варианты автособираемого оглавления. Мы выбираем нужный вариант, вставляем его в нашу работу, и наши заголовки глав, параграфов, они в принципе сюда встраиваются. Обратите внимание, что те оглавления, которые есть здесь, в этом выпадающем меню слева, они уже настроены, стили под них настроены по умолчанию, поэтому они выдадут тот стиль, который записан в эти автособираемое оглавление. Поэтому здесь нужно смотреть еще на методические рекомендации, либо прописывать это в методические рекомендации по оформлению студенческих работ в части автособираемого содержания. Либо мы пользуемся оглавлением 1, либо 2, либо все равно каким, но лишь бы это было автособираемым. То есть эти моменты нужно прописать. Либо какое-то особое требование у нас существует, каким шрифтом должны быть набраны заголовки, которые потом будут названиями глав в содержании, либо параграфы. Цвет, шрифт, размер. Могут быть какие-то особые требования. Поэтому это должно быть обязательно в методичках учтено. И автособираемое содержание настроить лучше всего в самую первую очередь после титульного листа. Сейчас покажу одну фишку, как это можно сделать. Так, сейчас открою. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если видно рабочий стол. Так, сейчас я вернусь, посмотрю. Видно. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так, сейчас у нас тут был какой-то вопрос. Пока далеко не ушли. В чем разница между первым и вторым оглавлением? Спасибо. Ой, убежали плюсики. Не успела увидеть, кто у нас задал этот вопрос. Сейчас я вам покажу разницу между первым и вторым оглавлением. Вот настройку оглавления лучше начинать вообще, когда у нас вообще ничего еще нет. Потом, когда вы уже, не вы, а наши студенты, намудрили со стилями в тексте заголовков, переделать это будет гораздо сложнее, чем задать с самого начала. Открываем совершенно чистый лист Word, Word-овский файлик, и делаем заодно, кстати, мы делаем структуру нашего документа. Если у нас ничего еще нет, вот из ничего ничего не получится, автособираемое содержание мы не соберем. Значит, сначала мы, перед тем, как делать содержание, делаем вот такую структурку. Введение, глава 1, параграф, параграф, глава 2, параграф, параграф. Названий еще никаких нет. Не надо ждать, пока я придумаю название, пока вот у меня в голове сложится какой-то план. Сделайте сначала вот так. Потом поменять текст будет делом действительно одного клика, а не множество потерянного времени. Для курсовых работ глава 1, глава 2, дипломных тоже иногда на этом заканчивается, иногда есть глава 3, но здесь тоже самое добавляем тогда название параграфов. Заключение списка источников приложения, ну вот, в принципе, у нас структура готова. И после этого мы делаем автособираемое содержание. Казалось бы, все просто. Оказывается, не просто так. Значит, перед тем, как составлять вот этот список, посмотрите методические требования к оформлению заголовков. Каким шрифтом должны быть набраны введение, глава, вот эти большие названия, больших разделов. И каким шрифтом должны быть набраны заголовки параграфов. И вот перед тем, как их писать, задайте стиль этих заголовков, потому что автособираемое содержание берет, оно базируется на стиле. Вот каким стилем вы заголовок, что в работе напишете, вот то и пойдет в автособираемое содержание. Может быть, сами замечали, когда пытаемся по готовому тексту сделать автособираемое содержание, вроде бы задали автоматически, быстро, да. Но в результате получаются какие-то кракозябли. А вот кракозябли я вам сейчас попробую даже показать. Вот, беру работу студентки. Да, реальную работу. Вот наше ручное содержание. Вот я сюда сейчас автоматически попробую поставить автособираемое оглавление. Беру оглавление 1. Был вопрос, чем отличается оглавление 1 от оглавления 2. Стилем оформления. Стилями. И вот смотрите, что у меня получилось. Введение есть, глава 1 есть, это есть. Больше ничего нет. А куда все остальное делось? В работе они и есть. Вот и главы, и параграфы. Вот оно все набрано. Глава 2, глава 2. Почему они сюда не добавились? А иногда вылезают вообще кракозябли, вылезают какие-то куски текстов. Вот это зависит от того, как мы задали стиль. Сейчас мы его удалим и попробуем оглавление 2. Вот все то же самое. Почему так? Потому что наши работы были, наши заголовки были набраны не тем стилем. Вот когда вы открываете работу, открываете оглавление, саму структуру, видите, да, заголовок 1, заголовок 2. Заголовок 2, заголовок 3. Это не просто так. Они связаны с коллекцией стилев, и каждый из заголовков должен соответствовать определенному стилю. В оглавлении собирается то, что написано стилем заголовка 1, стилем заголовка 2, стилем заголовка 3. Вот поэтому, прежде чем автособирать то, что у нас накопилось, мы сначала эту структуру пишем. Как это проверить? Вот я здесь уже написала структуру. Вот видите, заголовок 1, вот заголовок 2. Я проверяю. Вот, да, прежде чем писать название, я сначала выбираю нужный стиль, и этим стилем пишу свой заголовок. А вот параграфы у меня, смотрите, да, переключилось заголовок 2. Но прежде чем их просто автоматически нажать и записать, сначала проверьте, правильно ли у вас эти стили настроены, соответствуют ли они методическим рекомендациям. Это можно сделать прямо вот отсюда, щелкаем по стилю, выбираем «изменить» и смотрим. Вот заголовок 1, основан на обычном стиле, Times New Roman, да, 14-й, да, выравнивание по центру в некоторых методических рекомендациях. Сейчас мне попадается выравнивание заголовка по ширине, не по центру, а по ширине. Ну, пожалуйста, можем сделать по ширине. Например, расстояние, межстрочный интервал, вот он, полуторный, да, добавить в коллекцию стилей есть. И смотрите, если вам этот стиль требуется только, и вот его полное описание. Если вам требуется только в этом документе, оставляем флажок здесь. Есть ли переключатель, да, если нам требуется, мы хотим использовать этот стиль во всех документах, где есть этот шаблон, то вот, убираем сюда. Окей. Смотрите, что у меня произошло вот здесь. Вот тот самый способ. Мы поменяли стиль и в самом документе все, весь текст набранный этим стилем, он, соответственно, сразу меняется. Они у меня выровнялись по ширине. Наверное, я их обратно по центру. Все, о чудо! Все меняется сразу само. То же самое. Проверяю заголовок 2. Открываю «Изменить». Заголовок 2, обычный, 14-й. Да, только в этом документе. Все нормально. Посмотрели, стиль связанная, обновляется автоматически. Все хорошо, да, все нормально. Здесь же можно внести все изменения, которые нам нужны. Настроить стиль этих заголовков так, как он будет отражаться в самом автособираемом содержании. А после этого я уже могу это сделать. Ай, закладка не определена. Ну, давай. Страницу не хочет определять. Окей. Давай мы тебя попробуем. Сюда. Вот он. Оголовление, введение. Здесь у нас... Да, почему-то здесь немножко сползло. Ну, в принципе, вот оно все, наше автособираемое содержание. Страницы выровнены. Да, все у нас на месте. Если мы вносим сюда дополнение, нужно добавить параграф. Например, берем вот так, заголовок 2, параграф 3.1. Нам достаточно потом будет просто обновить таблицу. Если обновляем только номера страниц, он изменит номера страниц, не трогая сами названия, обновить целиком. Вот он нам добавляет параграф 3.1. 1.2 у нас полз, мы его трогали. Ну, и, соответственно, если мы что-то удаляем из самого текста в процессе работы, самое главное, перед выходом из файла не забыть обновить таблицу. Вот, все, у нас ушло. Меняем название в самом тексте и в содержании. Причем один клик мыши, и у нас уже все выстраивается. Иди сюда. Можно создавать свои настраиваемые стили, свои оглавления. Делается через настраиваемое оглавление. Если оно отличается от тех требований, которые... Требования отличаются от тех стилей, которые используются в собираемом оглавлении, почему-то оно нас не устраивает, можно это сделать вот здесь. Через настраиваемое оглавление, заголовок, нумерацию страниц показывать, гиперссылки вместо номеров страниц будут. Вот здесь можно изменить текст, размер. Вот он нас возвращает вот сюда. И вот мы меняем. Можем также поработать с нашими настройками, прям из... И собрать то оглавление, которое нам нужно. Прямо это отсюда. Задаем. Окей. И у нас... И вот он у нас уже может поменяться. Одно оглавление мы поменяли на другое. А можем его вернуть и обратно, то, которое было. Можно таким вот образом создавать свои настраиваемые оглавления, хотя с ними нужно будет повозиться, чаще всего пользуются теми настройками, теми встроенными уже форматами, которые и есть, только меняя стили. Вот здесь мы как раз со стилями и работаем. Так. Вот оно первое наше стилевое оформление. Ой, сейчас где у нас остановить показ. Уманова Светлана Ивановна. Так, я возвращаюсь обратно сейчас в студию. Так, посмотрю по вопросам, как изменили ошибка закладки. Светлана Ивановна, чтобы сейчас не смотреть, что там произошло со стилем, это был настраиваемый стиль, я просто взяла автособираемое содержание. Дмитрий Алексеевич, пожалуйста. Фишка, кстати, на самом... Хорошая. Автоматом пишет оглавление. Да, пишет автоматом оглавление. Вот при настройке можно изменить, кстати, войдя туда же. Сейчас туда выходить не буду. Зайдя вот сюда, да, можно изменить название оглавления на содержание. Можно это сделать через стили. Можно это сделать через стили. Задать вот это название вместо оглавления, чтобы он вам писал содержание, нужного шрифта, нужного размера. Это делается через стили. Через вот тот самый список стилей, которые есть. Сейчас я их вам покажу. Покажу и не включаю пока с рабочего стола. Вот уходите сюда, стили. Вот заголовок 1, заголовок 2. Оглавление 1, здесь можно менять оглавление 2, а у нас вот это оглавление. Вот заголовок оглавления, видите, ставим курсор сюда на само слово. Вот он нам выдает заголовок оглавления. Изменить. Вот, пожалуйста, здесь мы можем поменять 16 на 12. Дальше рифт у нас авто черный. Сделать его жирным. Выравнивание по центру. Посмотрим, что у нас получается. Вот он у нас изменился. Здесь он меняет только само название, само оформление. Так, 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 так. Вот, пожалуйста, содержание. Все, мы его изменили. Текст мы набираем сами. Можно сделать, попробовать вот так. Правда, я так не пробовала, но можно. Содержание. Сейчас мы вот это вот попробуем удалить и посмотрим, получится у нас или нет. Ссылки оглавления. Все равно он его вставляет, но здесь только вручную. Вот здесь ручной способ, да, содержания. Он не меняет сам текст, он меняет только формат. Ну все, если мы его сохраним, он его так и будет у нас в документе выдавать не оглавление, а содержание, потому что мы можем здесь поменять. А здесь был, почему-то он его не подтащил у нас, да, самому. Ну, когда мы сохраняем документ, ну, одно слово поменять можно и вручную, когда мы его, ой, подтаскиваем, оно так у нас сохраняется. По, так, сейчас посмотрим. 111 автомат. Да, да, автоматом пишет. По, вот это, сейчас остановим показ. В первую очередь, автособираемое содержание, ненумерованный титульный лист. Нумерация у нас идет с вами сквозная. Как сделать ненумерованный титульный лист? Еще один вопрос, который у нас часто возникает. Вкладка «Вставка». Выбираем нижний колонн титул. Сейчас не буду пока переходить пока с рабочего стола. Посмотрим со скриншот. Здесь достаточно просто. Кристина Эдуардовна, можно. У меня, по-моему, стоит седьмой. В других версиях сделать так же можно. Принципиальных отличий нет. Есть только разница, может быть, в интерфейсе. Кнопочки по-другому могут быть расположены, но вкладки, в принципе, они все совпадают. Выглядеть может по-другому. Дина Константиновна. Так, а где у нас с вами? А какой вопрос? Сейчас посмотрю. Так, так, так. Дина Константиновна вопрос. Вопрос спрашиваете. Не-не-не-не-не. Вы давайте спросите ответ. Вопрос, пожалуйста, задайте. Не проехали и не забыли. Просто я его потеряла. В чате очень много идет сообщений, поэтому я иногда могу его просмотреть. Поэтому вы напишите, пожалуйста. Да, ну и все. С титульного листа номер страницы выбираем через нижний колонн-титул, либо верхний, если у нас верхняя нумерация, чаще всего идет нижняя. И ставим просто галочку «Особый колонн-титул» для первой страницы. Она у нас пойдет ненумерованная. А следующая нумерация начнется уже со второй страницы цифры 2. Так что, Дина Константиновна, жду ваш вопрос. Давайте, давайте. Структура у нас уже получается готовая. Мы уже ее собрали. Исправить ошибку через настройку, через стиль и зайти. Это через стиль. Это был пользовательский формат. В автособираемое, который стоит по умолчанию, у нас такого не происходит. Сейчас я сейчас покажу. Я его просто перенастроила. Значит, по структуре. Структура у нас уже существует. Галина Борисовна, Наталья Николаевна, вопрос помним. Мы туда сейчас перейдем. Только чуть попозже немножко пройдем, а потом вернемся к нему. Хорошо? Чтобы нас не зависли мы только на одном этом вопросе. Значит, по настройке структура у нас уже есть. Можно переходить к оформлению текстов. По тексту основные усредненные требования, которые есть в методичках, они, как правило, одинаковые. Это с нейроном черные, кегль 14, абзацный отступ, межстрочный. Чаще всего используются вот такие настройки. Ну, могут отличаться. Тогда также мы можем либо вручную поменять, но лучше сделать через стиль, выбрать обычный стиль, которым мы пишем весь текст, и все эти настройки там выставляются. То есть, опять же, один раз мы это настраиваем ко всему документу, и каждый раз мне надо возвращаться. Только когда пишем текст, смотрим, какой стиль у нас стоит, чтобы основной текст у нас не писал стилем заголовков. Межсимвольный интервал. Вот то, что у нас здесь есть, обычный, он может у нас отличаться. Может быть обычный, может быть расширенный, может быть узкий, и вот тогда у нас текст получается вот такой некрасивый. Как его убрать? Шрифт. Проверяем интервал, чтобы стоял везде обычный. Выделяем сначала фрагмент, шрифт, обычный интервал, и все окей у нас ко всему документу, к этому фрагменту выравнивается, выравнивается межсимвольный интервал. То же самое можно сделать, то же самое можно сделать через правой кнопкой мыши, выбрать шрифт, и если ко всему документу, тогда выбираем выделить все и устанавливаем интервал ко всему документу. Ага, услышал, Дмитрий Алексеевич, сейчас вернемся. Проблема больших пробелов. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся. Либо используем горячие клавиши Ctrl-Shift-пробел для того, чтобы их убрать, либо смотрим, не стоит ли у нас там 2, 3, 4 пробела. Для этого нажимаем вот этот вот значок на скрытых символов. Он нам показывает, что да, у нас здесь оказывается одна точка – это один пробел, а у нас здесь оказывается три. И мы их можем заменить, используя функцию «Заменить» такая волшебная кнопка. Вызываем меню, вот сюда записываем один пробел, три пробела, просто три раза щелкаем на клавишу «Пробел», «Заменить» на «Ставим» один пробел и «Применить» везде и везде, где у нас было вот это лишнее пробел, он их у нас оттуда уберет. Это вообще замечательная кнопка, которая позволяет нам всех бухгалтеров в тексте поменять на все помидоры одним кликом мыши. Да, Галина Борисовна, еще один способ, кстати, как можно с этими пробелами справиться с лишними пробелами и вот с этим расстоянием между строками. Разметка страницы, расстановка переносов, поставить авто, автоматический перенос, вот, он их автоматически расставляет переносы сюда, да, и тогда там, где у нас частично, он это может убрать, там, где у нас есть вот эти вот широкие пробелы. Если не один из вариантов, второй из вариантов мы можем, через, если где-то у нас осталось, да, вот, через эту же кнопку заменить, сюда расставляем там три пробела, меняем на один и вот он, смотрите, он нам выдает выполненных замен 47, то есть 47 раз в работе у нас встречалось вместо одного пробела стояло 3. Да, все. Вот он их еще нашел. Да, и вот-вот, вот отсюда у нас уже убрались частичные пробелы. Значит, там еще больше. Сейчас мы туда пойдем, будем выбирать еще больше. Может быть, два пробела, тогда мы здесь ставим два раза пробел, здесь один. Заменить все. Ну, здесь вообще 60 замен сделано, да? 82. О, как мы хорошо написали. Если с самого начала у нас будет расстановка переносов, то вот это вот количество пробелов будет, количество лишних вот этих окон между словами будет гораздо меньше. Так, сейчас я вернусь к нам обратно. Становить трансляцию. Весь текст, потом все это применить. Да, конечно. Галина Борисовна, можно. Да, расстановка переносов, был у нас такой спор, выравнивание по ширине, это основное требование к текстам тех же ВКР, а вот по законам типографики, я помню, Павел Юрьевич говорил, что так делать нельзя, поэтому на сайтах, например, вебе, нет выравнивания по ширине, есть только по левому краю, по центру, по правому краю, либо через расстановку переносов в документах это делать. Там какие-то законы по графике, мы, по-моему, нарушаем этим. С расстановкой переносов это допустимый вариант. Да, Кристина Эдуардовна, простите, отобразить текст непечатные символы, да. И, кстати, вот эта вот еще кнопочка, помимо того, что она нам позволяет очень быстро заменять слова по всему тексту, она еще позволяет нам убирать, например, сноски. Это бывает важно, например, когда мы пишем, может быть, не столько для дипломных работ, хотя и для них тоже может быть, а вот в различных документах, в программах дисциплин, когда у нас идут какие-то пояснения данные сносками, а нам они не нужны, и нам их нужно убрать, тогда кнопочка заменить нам тоже приходит на помощь. Так, выбираем, вот, выбираем заменить, больше, специальный, знак сноски, заменить на, и вот смотрите, что произошло, да, он у нас эти сноски все убрал, их больше нет. Вернем обратно, вот они и есть. Если нужно одну, сноску заменить, опять же, вот, кнопочка больше, выбираем специальный, и здесь можно все что угодно менять на что угодно, длинные тире на короткое тире, кстати, когда мы думаем, как заменить, да, длинные на короткое, если с клавиатурой возникает проблема, любую цифру, любую букву, выбираем знак сноски, заменить, смотрите, он ее заменил, нам только в одном месте убрал, остальные оставил, и, соответственно, нумерацию автоматически он ее переставил. Вот такая тоже хорошая, хитрая вещь, которая позволяет нам справиться, справиться, не видно, а, Дина Константиновна, так, сейчас давайте, давайте, сейчас я ее, сейчас попробую запустить, давайте еще раз начать трансляцию, так, коллеги, сейчас видно текст, есть, отлично, тогда показываю еще раз, да, как удаляет сноска, выделяем сноску, наша волшебная кнопочка заменить, вот здесь, она у нас в таком виде все равно там открываем больше, выбираем специальный, и вот он нам выдает все, что можно заменить, разрыв строки, страницы, мягкий перенос, нам нужна сноска, знак сноски, он ее сам автоматически ставит, нам она не нужна, поэтому сюда ничего не пишем, если мы выберем кнопочку заменить, он убирает только одну сноску, оставляя все остальные, и автоматически он, естественно, нумерацию перее вставляет, заменить все, вот он нам все сноски вообще по тексту убрал, то есть одним кликом мыши мы все сноски убираем, вот такая вот хорошая вещь, которая нам позволяет это сделать, кстати, вот здесь же заменить, есть еще хорошая вкладочка перейти, которая помогает нам очень быстро переходить по страницам документа курсовой работы, когда мы работаем во время консультации со студентами, говоришь ему откройте 25, особенно когда по скайпу либо на телефоне по-разному, одновременно мы смотрим в электронном формате его работу и говоришь откройте 25 страницу, начинается безумный скроллинг, вводим сюда найти 25, все, он автоматически переходит на 25 страницу, мы смотрим, а теперь обратите внимание на 17 страницу, перейти, все, вот она у нас 17 страница, мы с ней можем работать, мы ее можем крутить, панельку можем оставить здесь, а теперь перейдите на 8 страницу, у вас там безобразие, переходим, смотрим, что у нас за безобразие на 8 странице, то есть, вот эта вот вещь, она тоже помогает нам очень быстро ориентироваться в документе и не тратить время на вот это вот безумный, безумный абсолютно скроллинг, это вот такой, такая еще одна из фишек, значит, гиперссылки, еще один из моментов, с которым мы достаточно часто сталкиваемся. О, хороший вопрос, Галина Борисовна, лишний пробел в сносках, круто, круто, попробуйте также через замену, должно сработать, через замену убрать лишние пробелы и должно сработать по сноску. Значит, по список Наталья Николаевна, что список использованной литературы? Что вы хотите про него спросить, задавайте. Про следующий вебинар у нас будет по оформлению списка источников и ссылок сносок. Я думаю, что, наверное, вот эти вопросы мы, скорее всего, я туда их заберу и там мы их уже рассмотрим, учитывая наше сегодняшнее время которое неумолимо движется вперед. Значит, по гиперссылкам еще один, так что, коллеги, вы мне про вопросы, про сноски и список литературы Галина Борисовна, Наталья Николаевна, во вкладочку «Вопросы», пожалуйста, запишите и остальные коллеги, кого интересует, там есть вопросы по ссылкам, сноскам и списку источников, вы их во вкладочку «Вопросы» сейчас запишите, я их после вебинара просто заберу для того, чтобы на следующем вебинаре уже включить их в наш текст. Ага, спасибо. По гиперссылкам тоже есть требование изменить формат гиперссылок. Помню, помню, Дмитрий Алексеевич, про нумерацию помню. Как изменить формат гиперссылок? Обычно идут синим текстом, синим шерифтом с подчеркиванием, с гиперссылкой. Иногда при печати работ они не пропечатываются. И есть требование черным шерифтом оформлять гиперссылки. Как это сделать? Вот, опять же, мы уходим в стиле, нажимаем вот эту кнопочку открыть стиле, выбираем гиперссылка и точно так же, как с заголовками, у нас выпадают все форматы, все параметры оформления гиперссылок. Так, а чего? Чего? У нас пока только один Ларис... Светлана Ивановна, у нас пока пока только скриншот. вот, уходим в гиперссылки и меняем формат оформления. Параметры оформления, она у нас будет черным, выбираем черный шрифт, нужный размер, нужно подчеркивание или нет, и он ее, соответственно, в тексте уже будет выделять так, как нужно. Есть еще несколько полезных клавиш. Коллеги, вот сейчас рабочий стол слайд видно? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если видно. Ага, отлично. Все, да, у нас сейчас не рабочий стол, у нас пока идет слайд. Как ставить формат даты и времени? Иногда бывает это необходимым. вот две волшебные клавиши, которые в разных раскладках показывают разные варианты. Alt, Shift, D в английской раскладке показывает вот такой вариант даты, в русской раскладке вот такой. Ну и, соответственно, время. То же самое. Показывает текущую дату, текущее время. Поэтому, если нам нужно что-то изменить, вставляем, а потом уже меняем на нужный формат. Вот если текущий момент нужно зафиксировать, вот пожалуйста эти клавиши очень быстро позволяют нам это сделать. Быстрое выделение больших частей текста, которые, которые бывает иногда необходимо сделать. Большой кусок текста где-нибудь в середине, начиная с шестой страницы по десятую или там по тринадцатую неразрывный большой кусок. Да, Павел Ильич, мы, как всегда, немножко задержались. Большое спасибо вам. Удачи на рождественских чтениях. Мы тогда кнопочку отожмем по завершению. Ставим надеюсь, спасибо, Павел Ильич. Ставим курсор в начало фрагмента, скролим до нужной страницы, прокручиваем до нужной страницы и завершение этого фрагмента с нажатой клавишей shift. И он нам этот фрагмент выделит. Это если нам нужно выделить очень большой фрагмент текста, и мы боимся, ну, во время скрулинга, вы знаете, поставили курсор, начинаешь крутить, что-то не туда нажал, и вот, пожалуйста, у нас да, все сбилось, нужно начинать сначала. вот это простой такой, простая фишка, простой пример, который позволяет, простая комбинация, которая позволяет нам большой текст выделить и не бояться, что у нас при скрулинге что-то, что-то пропадет. То же самое с таблицами в Word можно делать. Борьба с капслуком и копирование нескольких фрагментов. Вот здесь тоже есть есть такой такой момент. Иногда текст, так, коллеги, рабочие, текст видно, файловый, вордовский файлик, вордовскую страничку. Так, сейчас посмотрю. Видно, отлично. Тогда мы уходим в него. Иногда забываем отжать капслук, набираем текст, и у нас получается вот такой текст, вместо того, что нужно, что делать, как вернуть его обратно, либо клавиша, что ж такое-то, нажимаю не туда, Shift F3 убирает, если пользоваться горячей клавишей, если нажмите Ctrl, у вас исчезнет все, как у меня в первый раз, либо есть вот такой еще вариант справиться с капслуком на главной вкладке работы с регистром. если Shift F3 нас просто переводит все в нормальный формат, а нам надо, чтобы начиналось предложение, как в предложении, то тогда пользуемся вот этим кнопочкой регистра, как в предложениях, и вот он нам большую букву сохранит в нужном виде, в нужном формате. так, по гиперссылкам, кстати, вот, вот гиперссылка, он нам показывает по стилю, то, что я вам показывала, на скриншоте мы смотрели, вот он показывает нам оформление гиперссылки в том формате, который есть, вот он, стиль он нам показывает, как оформляется гиперссылка здесь, мне нужно, чтобы это было черным, без подчеркивания, и шрифт у меня, например, должен быть 14, Times New Roman, вот все, я выставляю, нажимаю ОК, и вот, мой формат поменялся, теперь у меня гиперссылка будет, по всему тексту все гиперссылки будут вот так, без подчеркивания, а теперь я говорю, нет, подчеркивание мне надо оставить, захожу сюда, меняю формат, все, у меня остается подчеркивание, я вижу, что это гиперссылка, ну, если мне нужно, все-таки я верну ее обратно, пускай будет 12, пускай будет с подчеркиванием, вот, все, и все гиперссылки, которые будут в тексте, они будут тем стилем, который вам необходим, который вы зададите вот здесь, здесь нужно будет просто выбрать оформление, выбрать нужный стиль, нажать гиперссылка, и он ее сделает нужным стилем, поменять на нужный стиль, по выделению фрагментов, вот, ставим курсор, в начало, и сейчас мы попробуем вот сюда, в конец, да, вот он нам сразу выделил большой фрагмент текста, да, переходить по странице мы можем и с помощью навигации, и он нам выделяет большой фрагмент текста, при выделении нескольких не связанных фрагментов, здесь переход по навигациям через замену, вот как мы смотрели по страницам, вот это вот работать не будет, эта комбинация, control, выделяем нужный фрагмент, здесь только скроллингом, переходим, control, выделяем нужный фрагмент, переходим, control, выделяем нужный фрагмент, попробуем их скопировать и посмотреть, что у нас получилось, переносится у нас эти фрагменты, да, вот они перенеслись, вот из разных кусков текста, разные кусочки текста из разных мест мы взяли, мы их скопировали, перенесли на один формат, либо мы можем там же поменять например стиль в нашей работе, вот в этих фрагментах, он у нас идет стиль обычный, мы возьмем, поменяем его на сголовок, например, и на что, вот, и вот смотрите, во всем тексте наши нужные вот эти кусочки выделенные, которые мы выделяли, вот они поменялись, мы поменяли стиль только в этих кусочках, но если мы выделяем разные фрагменты из текста, сначала подводим курсор, сначала нажимаем клавишу control, потом выделяем, с нажатым control выделяем, отпускаем, следующий подводим, ставим, выделяем, отпускаем, также и с shift, когда мы выделяем большой фрагмент, сначала shift, потом клик мыши, но он работает чисто с обычным скроллингом, он не работает, если мы пользуемся, например, перемещением с помощью навигации, здесь мы уже клики делаем, либо с помощью заменить переход по страницам, вот с ними вот это сочетание клавиш не работает, только со скроллингом, копирование нескольких фрагментов, да, Дмитрий Алексеевич, нет, не замучили, не замучили, все нормально, чем больше вопросов, тем лучше, не на все я просто успеваю отвечать, про вторую страницу, честно скажу, не сталкивалась с этим, чтобы вторая страница не нужна, не нужна нумерация, обычно с нее начинается, но вопрос хороший, посмотрю, я вам в группе обязательно отвечу на этот вопрос, я его не забуду, если на следующий вебинар придете, это если раньше, 5 числа, у нас 5 числа намечается следующий вебинар, если нет, к следующему вебинару, я обязательно на ваши вопросы отвечу, если я что-то не успеваю сейчас, потому что хочется еще рассказать побольше, но и без ответов вас тоже оставлять не хочется, поэтому я и прошу во вкладку вопросов пишите, я в группе обязательно буду на них отвечать, либо на следующий вебинар, в самом начале, так и быть, сделаем работу над ошибками, вернемся, из интернета, вставляю свою работу, весь текст, так, Галина Николаевна вставляется с выделением всего, да, по страницам через ставку раздела, студенты при копировании текста из интернета, Галина Борисовна, что значит выделение всего текста, имеется ввиду, что за выделение всего текста, если мы копируем из интернета и у нас копируется какая-то, вы имеете ввиду, какая-то подложка, либо другой стиль, это вы имели ввиду, другой шрифт, просто поясните, пожалуйста, Галина Борисовна, что имеется ввиду выделение всего текста, что вы хотели спросить, если мы копируем что-то из интернета, сейчас открою такую штуку, вот, копирую я, например, вот так, общий фон текста другой, а зеленый с серым фоном, вот, смотрите, так, поняла, о чем вопрос, вот смотрите, если я копирую, например, из интернета, и у меня получается вот так, видите, у меня какой-то шрифт, да, вроде бы нормальный, а вот подложка, подложка пошла вот такая, да, вот он вместе с фоном скопировал, доколик делается еще проще, здесь еще проще, можно поправить, ой-ой-ой, не туда, не туда, не туда, сейчас я закреплю, смотрите, если скопировалось вот так, а мне надо, чтобы было вот так, формат по образцу, все, используйте формат по образцу, у меня есть уже образец текста, вот я его сейчас, правда, сделаю, ручным, перейду на, скалибрии, на Times New Roman, да, не буду сейчас в стиль уходить, у меня там другой стоит, другой документ, вот, мне надо, чтобы было вот так, вставлю любое место, в любое место нужного текста, нужного формата, курсор, формат по образцу, этот скопированный кусок, все, он одним движением, кликом мыши, превращается в нужный, в нужный мне формат, переводится, если вы говорите о копировании, о копировании из таблиц, здесь тоже вставка как текст можно сделать и избежать вот этих вот разных цветовых гамм, если мы из экселевской таблицы, нам нужно перенести какую-то часть информации, например, вот из, закрою лишнее, например, только вот этот столбец, но сделать это текстом, я его копирую, если я его перенесу просто сюда, он у меня вот так вот вставится, если у меня здесь будет какая-нибудь цветная заливка, она сюда же перейдет, как заливка ячеек, и он вставляется у меня таблицей, а мне нужно вставить как текст, перед вставкой нажимаем правую клавишу мыши, берем параметр вставки, вставить как текст, все, он его вставляет мне как текст, это удобно, когда, например, при подготовке рабочих программ дисциплины, работаешь с матрицей компетенции, нужно выбрать список компетенций и вставить их в нужную табличку в Word, в нужную ячейку, и чтобы не было переноса самого оформления ячейки, просто вставляем правой клавишей мыши, вставляем как текст, и все, он у нас встает простым текстом, а дальше просто применяйте формат по образцу, у вас уже есть образец своего текста, да и мы можем его отредактировать, все, достаточно простая, простая вещь. Дмитрий Алексеевич, спасибо, увидела заметочки про гиперссылки на нужную главу, значит, сейчас еще одну, одну полезную вещь вам покажу, даже несколько полезных вещей, значит, полезные функции, буфер обмена, не забываем смотреть, он нам показывает все наши, давайте прямо здесь я сейчас открою, чтобы не скакать между экранами, текст виден, скажите, пожалуйста, вордовский файлик видно? Ага, спасибо, все, тогда мы сейчас перейдем сюда, я вам вот эти полезные функции прямо отсюда, подсказочку себе открою, вот, чтобы, чтобы прямо по списочке пройтись, буфер обмена, вот здесь, буфер обмена, если мы его откроем, все, что у нас проходило через буфер обмена, все наши документы, все, 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 что нужно, вот оно здесь есть, можно посмотреть и повторить, если нам необходимо еще раз что-то сюда закачать, ну вот, он его автоматически будет вставлять, все, что хранится в буфере обмена, все, что у нас копировалось и вставлялось, вот оно, оно здесь у нас есть, такая история, чтобы не открывать лишний раз документы, можно пользоваться вот этой штукой. Дальше, по скриншотеру, иногда нужно, бывает, вставить изображение части экрана, либо какое-то изображение, сделать скриншот и вставить свою работу, что мы делаем, мы пользуемся каким-то скриншотом, я, например, люблю Йокси, но он не всегда бывает удобен, потому что там много лишних действий совершается, он сначала копирует, сохраняет, потом надо это закачать к себе и потом уже из своей папки вставить в нужное место файл. Это бывает неудобно. В самом Борде есть встроенный скриншотер, который позволяет сделать быстро снимок экрана, вот он находится здесь, вставка, вкладка вставка, снимок, и он показывает, какие окна доступны, это те окна, которые у нас сейчас открыты. Можно сделать прямо само окно, и вот он мне, это окно открытое сюда прямо его вводит. Можно сделать снимок, вырезку экрана, например, вот отсюда мы хотим сделать вырезку экрана, но он нам, видите, что выдает. А если я нажимаю сделать вырезку экрана, он мне открывает совершенно другой, другой, другой экран, да, и у меня оставляется совсем не то, что мне хотелось. Почему происходит так? Здесь работает правило первого экрана. Ага, Светлана Ивановна, сейчас покажу. Сейчас я туда туда иду. Значит, смотрите, вставка, снимок, сделать снимок экрана. Нажимаем выпадающий, выпадающий список, и он нам показывает, какие доступны окна. Здесь есть маленькая хитрость. Здесь работает правило первого окна. То окно, которое мы открывали последним, вот оно и будет доступно для того, чтобы сделать с него, например, вырезку экрана. если нам нужно достаточно вот все окно, которое открыто, оно нам, видите, не часть текста показывает, а прям вот все с панелью, с панелью управления, со всеми вещами. Вот он нам полностью экран выведет. Он вам будет полностью экран из того, что здесь доступно, можно сделать. А вот если нам нужна вырезка, он нам будет выводить только то окно, которое было открыто последним. То есть если мне нужна будет вырезка, например, экрана вот с этого документа сделать, то я сначала открываю этот документ. Он должен как бы закрыть все остальные окна, он должен быть последним. Потом я уйду сюда, нажму вставка, снимок, вырезка экрана. И вот он мне показывает этот документ. Он становится, экран становится, как бы затухает. Вот я беру вот эту вырезку, делаю, и все. Я больше ничего не копирую, ничего. Он сам мне его вставляет в мой воровский документ. Ну вот он его уже мне вставил. все. То есть вот это вот простая вещь, как быстро можно сделать скриншот прямо в ворде, не метаясь между... Быстро вставить фотографии, быстро вставить рисунки, не метаясь между скриншотерами. расстановка переносов мы уже с вами посмотрели. Разметка страницы, расстановка переносов. И что еще у нас здесь из полезных таких вещей осталось? А, вертикальное выделение текста. Исходное форматирование, кстати, вот Control Spacebar, он показывает, какое было исходное форматирование в тексте. вот например та же самая дипломная работа. Выделяю участок текста, нажимаю Control Spacebar, и он, видите, он мне показывает, что стиль обычный, но исходное форматирование было вот такое, калибре 14. То есть я понимаю, что студент здесь применял форматирование ручное. Control Spacebar, Spacebar это пробел, Control пробел, и он показывает, какое здесь исходное форматирование применялось. То есть у нее вот здесь обычный стиль стоит совершенно другой, а не Times New Roman. Если мы выставляем изначально обычный стиль Times New Roman, как у нас здесь стоит, Times New Roman 14, обычный стиль, если я нажму в Control Spacebar, ничего не происходит. То есть у меня изначально стиль был настроен правильно. Он по всему документу, когда бы я не открыла, мне не надо менять шрифт, название, формат, он у меня уже изначально стоит правильно. Здесь только надо смотреть, чтобы не стиль заголовок печатать. Что у нас еще тут из полезных вещей есть? Вертикальном делении текста. Ага. Очень хорошая штука, которая позволяет нам создавать очень красивая. Она работает, кстати, для списков и для маркированных списков. Например, я хочу поработать вот с этим списком. Я нажимаю клавишу Alt, выделяю, например, только первые буквы, делаю их другого шрифта, жирненькие. Вот здесь у меня зацепилась одна чужая. Единственное, что вот если я делаю просто выделение без Alt, он мне выделит все. А здесь давай вот так вот возьмешь взял да и могу поменять, например, сделать красивый список. Если это необходимо, какие-то вертикальные куски текста, если нам нужно работать с горизонтальным а с вертикальным текстом, то можно использовать вот эту комбинацию клавиши Alt и вертикальное и поделение текста. Менеджер задач это позволяет нам сделать более красивые вещи. для списков анкет каких-то списки тоже можно создавать. Это вкладка разработчик и вот мы добавляем менеджер задачи. создает квадратики, в которых можно ставить крестики, можно помечать, если у вас какие-то анкеты есть, то это удобная функция, которой тоже можно пользоваться. Сюда мы его попробуем поставить. Да, вот он создает их нам например в списках, где нужно будет что-то отмечать, например при проведении каких-то исследований. Можно делать через маркированный список, если нужно, чтобы быстро отвечали вам в анкетах и по электрону, анкеты вы делаете например в ордовском файле, чтобы потом легче вставлять их в тексты, по электронке вам отвечать, по email, например, дают ответы на эти анкеты, то можно использовать такую функцию, потом легче вставлять свои дипломные работы. Здесь важно выставить вкладку разработчик, она по умолчанию убрана, то есть эти дополнительные функции у вас не будет, когда вы открываете вордовский файл. Как найти эту вкладку? Точно так же, как для Powerpoint. Выбираем файл, параметры и настроить ленту. Вот она. Видите, у вас эта вкладка разработчик. Она, как правило, по умолчанию стоит без галочки. Нам надо просто сюда поставить галочку, нажать ОК, и у нас вот здесь после вида появляется вкладка разработчиков. И вот тогда эти функции у нас становятся доступны. Действительно очень удобно, когда по e-mail, например, проводится опрос, рассылаются в вордовском файле составленные анкеты, и вот вечная проблема с квадратиками, которые надо заполнять. Отметьте, если да, отметьте, если нет. А здесь это достаточно быстро делать. Список составили, и просто подставляем вот эти галочки, окошечки, поля для флажки. Достаточно такая простая, но удобная функция. Еще из полезных вещей. Сегодня у меня случайно стерся текст. Как его вернуть? Срабатывает тальт в бэкспейс. Вот случайно я стираю текст, мне нужно его вернуть, нажимаю комбинацию alt бэкспейс, также стереть, он мне его возвращать на место. Выделение. Когда нужно выделить одно, один клик правый, один клик мыши, меня выделяет, два клика мыши, выделяет слово, три клика мыши выделяют весь абзац. Поэтому выделение абзаца можно делать не вот этим скроллингом курсура, а тройным кликом мыши выделяет весь абзац. Еще из полезных вещей. Из таблицы вставить текст, мы с вами уже посмотрели, из экселевской таблицы через правую клавишу мыши, здесь параметры вставки вставить текстом, ее выбираем и вставляем. Список по алфавиту текст, текст трансформировать в таблицу, вот, да, еще бывает такая вещь, вот тот же наш список, например, маркированный, мы хотим сделать, чтобы это было в табличном виде, чтобы это стало табличкой. Выделяем вставка, таблица и вот здесь преобразовать выделенный текст в таблицу, есть такая функция. Он нам задает сколько, сколько, чего, куда, в зависимости от параметров у нас на настроек, который мы зададим, у нас будет наша таблица, например, это будет один столбец, вот, все, у меня моментально весь мой текст перенес в таблицу. Все это стало одним столбцом. Ну и дальше просто я добавляю, если мне нужно добавить столбцы, например, справа, все я добавляю, они у меня появляются. Убираю список, убираю, у меня появляется, получается табличка достаточно быстро, чем просто создавать отдельную таблицу, туда вписывать текст, все это можно сделать автоматически, любой текст можно вставить и сделать из него табличку. Не всегда срабатывает, Ирина Георгиевна, не всегда срабатывает, согласно технике, техника такая вещь, что интернет, что ворд, бывает, что и не всегда. но если с самого начала, если не спеша, если с ними не ссорится, то чаще всего срабатывает. По рисункам, а, ну и по алфавиту, да, для списка наших источников сортировка по алфавиту тоже не пренебрегаем. Сейчас мы вернем обратно наш, сделаем-ка мы его обратно. Наш список при формировании списка источников пользуйтесь сортировкой. Я студентам всегда буду сначала напишите, потом отсортируйте. Вот, например, у нас маркированный список мы заменим на нумерованный. Написали в по принципу АКИНа, о чем вижу, о том поем, да, список источников составили, но не по алфавиту. Нам его надо сделать по алфавиту. Нажимаем, выбираем сортировку текста на вкладке главное, оставляем по абзацам. Текст по возрастанию, вот он у нас по алфавиту от А до Я. Если в обратном порядке, по убыванию от А до Я. Все. Нумерация сохраняется, у нас просто наш список по алфавиту выстраивается, так как нам это нужно, так как нам это удобно. Тоже достаточно быстро и очень много времени экономит при выстраивании наших списков. Значит, так, сейчас я вернусь обратно в наш рабочий стол. Это мы посмотрели. и обновление подписей к рисункам. Когда у нас идут иллюстрации, мы задаем подписи под иллюстрации. Подписи под иллюстрации создавать умеем, чтобы не текстом, они были привязаны к картинкам. Ай! Показываю. Ай-ай-ай. Возвращаемся обратно. Так, сейчас покажу эту штуку. Коллеги, файлик видно? Текст бордовский. Файлик. Есть. Ага. Отлично. Я спрашиваю, чтобы быть уверенной, а то я начинаю рассказывать, а потом кто-то говорит «Ай!». Значит, когда мы вставляем рисунок. Вот нам нужно ставить рисунок. Вот я возьму вот этот рисуночек. Я его сюда вставляю. Мне нужно создать для него подпись. Вот я выхожу в вкладку ссылки. В этой вкладке вставить название. Вот оно, видите, добавление метод к рисункам и другим объектам. К фотографиям все то же самое. Нажимаю. И вот здесь он мне автоматически показывает, какое название здесь будет вставлено. Если мне нужно, например, дописать, что это логотип. Вот я его дописываю. Окей. И вот у меня рисунок и название. Если мне нужно например, чтобы у меня было не слово рисунок, а сокращенное, то я нажимаю кнопочку создать и набираю вот так. Рисунок точка. Если у меня по требованиям придет, например, идет, чтобы было не слово рисунок, а рисунок точка, как в дипломных работах чаще всего и сокращаем. Рисунок один точка. Видите, он мне его поменял. Вставляю я и теперь у меня рисунок идет с подписью. Вставляю я другой рисунок. Также для него ухожу в ссылки. Он у меня выделен. вставить название. Видите, он уже автоматически нумерацию сам проставляет. Меню. Вставляю я третий рисунок. Ну, какой? Ну, вот этот, например. Вставляю я третий рисунок. Также иду ссылки. Нет, не ссылку нам название. Рисунок третий. Задание. Все. Вот он мне их вставил. Вот рисунки. Как поменять название мы с вами посмотрели. Уходим сюда, вставить название и можем поменять его здесь. Если я, например, из своей работы, в дипломных работах, кстати, рекомендуется где-то не больше 15 иллюстраций вставлять, чтобы не размывать текст. Если очень много идет схем, графиков, таблиц, иллюстраций, лучше выносить их в приложение. И ссылки на рисунок обязательно должны быть в тексте предшествующем этому рисунку. Так же, как и на таблице. Самая таблица такая-то, а потом уже идет сама таблица. А вот я, например, удаляю рисунок, соответственно, я удаляю вот эту подпись. Она мне уже не нужна, рисунка у меня не будет. И мне надо изменить, видите, у меня пошло нестыковка, рисунок 1, рисунок 3, нумерация поменялась, а ничего здесь не произошло. Что мы делаем? Вот она, волшебная комбинация клавиш Ctrl-A, F9. Ctrl-A это выделение всего текста по всей работе, потому что я могу несколько рисунков в разных местах поменять. Обновить целиком. Нажимаю клавишу F9, у меня выскакивает табличка, выскакивает менюшка. Обновить целиком. И вот, посмотрите, у меня рисунок 1, нумерация поменялась. Если много правок вносилось в рисунки по всему тексту, то он автоматически его так вот поменяет. То есть Ctrl-A выделяем весь текст, F9, обновить целиком, и он нам все подписи к рисункам правильно расставит, автоматически это сделает. А может, нам это с этим справиться, чтобы не все не листать. Не Ну и из такого хорошо забытого старого как вставить формулы в Word, это здесь на скриншотах есть, можно посмотреть, и парочка, по-моему, у нас была. Да, и вот парочка, троечка слайдов практически мы успели. Это как вставлять формулы в Word, несколько способов, как это можно сделать. Самое главное не путать. Здесь два способа есть. Главное их не путать, в одну формулу не вставлять. Если уж одним способом пользуемся для ввода формул, то пользуемся им. Фрагменты не чередуем при вводе одной формулы или одного текста. Коллеги, мы с вами добрались до конца благополучно. Галина Борисовна, на вкладке вопросы смотрю, как можно удалить сноски, в сносках лишний пробел. В следующий раз я с этого тогда начну следующий вебинар, чтобы сейчас не задерживаться, ладно? Перейти в содержание сразу гиперссылки к нужной странице. Давайте сейчас прямо и сейчас попробуем посмотреть, получится у нас это здесь. Да, давайте я вам сейчас покажу. Дмитрий Алексеевич, про вторую страницу на заметочку не забуду, взяла, а вот на второй ваш вопрос, как и содержание, перейти на нужную главу, это я вам сейчас покажу. Так, только скажите мне, пожалуйста, видно ли, видно ли, такой завершающий аккорд мы сейчас делаем, да, такой дембельский аккорд. Ага, видно. Все, тогда сейчас я вам показываю, как это работает. Вот если автособираемое содержание у нас настроено, да, вот смотрите, я подвожу, он мне пишет, видите, нажмите control, щелкните ссылку, нажмите control, щелкните ссылку, вот я подвожу, нажимаю control, щелкаю ссылку, и он мне ушел на параграф 2.1. Если бы у меня здесь был текст, он бы мне этот текст прямо с начала параграфа, прямо с начала параграфа на меня и выкидывает. Нужно мне перейти к заключению, подвожу курсор, нажимаю control, он меня сразу выкидывает на нужный раздел. То есть, это такая навигация через оглавление и переход на нужный место в тексте. В чем еще преимущество автособираемого содержания? Сразу мы переходим на нужную главу. так же, как книгу мы очень быстро можем открыть. Вот так оно и осуществляется. Чтобы не оставить Дмитрия Алексеевича без ответа хотя бы на один вопрос, показываю вам такую вещь. Да, при распечатке ошибка закладка не определена, как исправить. Ирина Георгиевна, давайте я тогда напишу в эту самую нашу группу, попробую сделать даже что-нибудь что-нибудь типа скринкаста, либо ролика, либо инструкции. Подумаю просто в каком виде это лучше сделать, потому что если этот вопрос возник, он возник не просто так, и видимо это тоже не единственный случай у нас сегодня это тоже произошло, я тогда просто сделаю такую инструкцию, что делать в этом случае, чтобы при открытии работ как с этим справиться. В работе неправильно проставляются страницы через страницу. Задайте простановку через колонтиту. страницы в колонтитуле, и он тогда на каждой странице будет его автоматически проставлять. Так, коллеги, если есть еще какие-то вопросы, да, через страницу, Галина Борисовна, спасибо, что туда повторили, во вкладочку вопросы, пожалуйста, их наберите, и сейчас я вам сейчас я вам дам ссылочку, кто знает, кто у нас в группе, тот уже знает, кто еще не в группе, можно будет к нам присоединиться. Так, сейчас ай-яй-яй что-то вы не в группе, ай-яй-яй так, что-то так. Так. Продолжение следует... Я обещала ссылочку на нашу группу, пока за ней ходила. У меня почему-то здесь немножко подвесло без Павла Юрьевича, очень тяжело. Значит, ссылочку я вам даю, можно присоединиться, и ответы на сегодняшние вопросы я буду туда обязательно добавлять. Поэтому во вкладку «Вопросы» сейчас я еще минут 5, наверное, не буду отключать запись. Можно будет во вкладочку «Вопросы» запись-то отключу, в смысле не буду выходить. Во вкладочку «Вопросы» можно будет записать. Когда копируем текст, вставляется шрифт серого цвета через стиль. Формат по образцу. Через форматирование. Ирина Георгиевна – самый простой способ. Коллеги, мы благополучно с нашими способами быстрого форматирования с вами добрались до конца. Ух! Большое спасибо, Валерий Иванович, за поздравления. Большое спасибо, что сегодня были с нами. Большое спасибо за ваши вопросы, которые вы задавали. Прошу прощения, если что-то у нас в чате проскочило, не обижайтесь, пожалуйста, напишите во вкладочку «Вопросы». Я их обязательно соберу, посмотрю, на что сегодня не успели ответить, не посмотрели, не разобрали. К следующему разу мы обязательно это с вами сделаем. То есть сделаю я, конечно. Либо в нашей группе, либо в начале следующего вебинара. Работа над ошибками. Поэтому не волнуйтесь, никого без ответов ни в коем случае не оставлю. Если возникают еще какие-то вопросы по ходу, по темам вебинаров, пожалуйста, в нашу группу можно задавать, спрашивайте обязательно. Мы там будем это все разбирать. И, коллеги, большое спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо за ваши вопросы. На этом мы уже точно заканчиваем. И, наверное, до новых встреч.